Приветствую вас. Я отвечу вам с точки зрения психологии, потому что вы свой вопрос позиционируете как скорее соответствующий для раздела эзотерики, вот. Мне кажется, что в какой-то момент вы дали сбой, то есть в какой-то момент вы почувствовали, что больше не можете. Наверное, тут у меня такое ощущение есть, что вы просто устали. Вот. И то, что происходит сейчас, это по сути следствие. Это следствие того напряжения, которое, ну, которое вы испытываете. Вот. Так, по крайней мере, это видится мне. Вот. Так, по крайней мере, это вот мне представляется. Так что вы описываете. Я не думаю, что это именно сглаз то, что вы чувствуете. А мне кажется, что это скорее, как я уже сказал, скорее это усталость. Вот. А как мне видится, по крайней мере, что это усталость. Но, вам нужно, надо бы, надо бы, всё равно проанализировать, да, насколько вы вообще себе даёте отдыхать, насколько вы о себе заботитесь. Вот. Потому что, ну, очень, очень похоже на то, что вы вообще этого не делаете. То есть, вообще не отдыхаете. Вот. Ну, вот, судя по тому, что я о вас услышал. Мне представляется так. Нет, это история. А добавить здесь что-либо ещё, на мой взгляд, не так, чтобы можно. Потому что, слишком мало информации, да, в целом, по сути, вы озвучили только факты. Вот. То, что с вами в жизни происходит. Но, на самом деле этого маловато. Для анализа, вот, я думаю, что просто похоже на, переутомленно. Такое, очень, серьезное, судя по тому, что вы описываете. Вот, значит, хотелось бы, конечно, выяснить, почему у вас две приемных дочери, кто встретил мужчину, человека и вышел замуж, вы или дочь, непонятно. Вот. Почему вы воспитывали детей одна, кто именно купил машину. Вот. Вот в убийстве, что у меня умер недавно отец, я ему не родная, но я его, да и он меня считал родной. Вот. То есть, вполне вероятно, что вы не выплакали. Горе. Вот. Вынуждены были его держать в себе. Все, собственно, и то же повлияло на ваше самочувствие, на ваше состояние. Вот. Ну и оскорбления. Это, видимо, морально вас продолжает очень сильно давить и давить. Мое мнение здесь такое, что нужно отдохнуть, расслабиться, все-таки психологически о себе позаботиться, возможно, с помощью психолога. Вот. И привести себя в порядок, оставить приоритеты, ответственность, восстановить уверенность в себе, самооценку. Вот. Прикорректировать свой, ну, свое поведение, да, потому что вы не бережете себя, вот, вы работаете на износ, это очевидно. Вот. Вот. Это все нам нужно скорректировать. Вот с точки зрения психологии, что можно вам сказать. А я думаю, что вы слишком много делаете для других и слишком мало делаете для себя. Это такая вот общая глобальная тенденция. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.